Итак, еще раз официально здравствуйте, ребят. Если у вас папочка семинар Liquify скачалась, значит вы здесь видите несколько файлов, которые мы с вами собираемся использовать в работе. Я вот по этому поводу говорил, что эти файлы не обязательно брать мои, можно брать свои, правда ведь? Да, и со своими файлами уже работать, задавать вопросы. Ту теорию, которую я собираюсь вам рассказывать, я не претендую на то, что это уникальная информация, тем не менее она вам может показаться интересна. Фильтр пластика, с которым я немножко поэкспериментировала в домашних условиях. Описание каждого инструмента, если комплект инструментов у вас не полный, не расстраивайтесь, у вас просто нет последнего обновления. Загрузите, получите. Так что здесь небольшое описание тех команд, которые мы собираемся с вами исследовать. Содержание нашего вебинара следующее. Мы познакомимся с вами, что фильтр есть на свете, но обычно своим ученикам я уже даю о нем легенькое представление при работе с бабушкой на уроке по ретуши. Кстати, она у нас тоже будет в работе. Обзор инструментов, что каждый инструмент делает, легенькое проведем с вами изучение. Конечно же, всех интересует вот этот момент моделирования, даже не лица, а тела, я бы сказала. И в последних версиях программы Photoshop мы рассматриваем с вами версию CT, она же CC, она же выглядит у нас следующим образом, или она у вас представлена в черном интерфейсе, это без разницы. В этой версии программы мы с вами собираемся использовать все возможности, включая самые последние новинки, это управление лицом. Если управление лицом как функция у вас отсутствует, ну, все в порядке, значит, у вас предыдущая версия программы, где этого еще не придумали. Ну, а мы немножко побалуемся, проведем демонстрацию. Полная версия этого материала находится на одном из наших курсов по уровню 2, а именно курс «Профессиональное ретушь изображения», программу которого вы можете посмотреть прямо здесь. Я заканчиваю, да, я заканчиваю. Мы будем с вами следовать плана, посмотрим на фильтр, посмотрим на инструменты, которые в нем находятся, выполним парочку практических работ. Ну, и можно сказать, что фильтром пластика мы с вами, если не владеем, то знакомы с ним. Так. Итак, ребята, если у вас вопросы на этом этапе, все ли получается, звук более-менее пришел в порядок, я вижу, что уже не особенно жалуются. Так, материалы у нас в порядке, или вы будете свои материалы рассматривать. Ну что ж, приступим. Первая задача у нас в фотошопе – открыть какое-нибудь изображение. Мы откроем с вами изображение, допустим, под номером, даже не под номером, а называется изображение «Коллаж». Его можно открыть прямо напрямую в программе, а именно оно в формате PSD. Можно открыть любое другое изображение по вкусу, но вначале мне хотелось бы поработать с изображением, которое имеет слоевку. Изображение не очень хорошего качества. Изначально весило под 90 мегабайт, но ради пересылки, ради последующего скачивания я уменьшила вес файла, уменьшив его разрешение. Ну, так что, если вы будете очень сильно приближать, к сожалению, да, мы увидим с вами распад на пиксели, но иначе это было бы очень тяжелое изображение. Сразу предупреждаю, да, владельцев не очень сильных машинок, я имею в виду, что Photoshop затрачивает на этот фильтр огромное количество ресурсов, и может так случиться, что посередине работы, при работе с фотографиями, которые имеют разрешение около 300 пикселей на дюйм, вы будете, во-первых, наблюдать подтормаживание, ну, это в лучшем случае, а в худшем случае, ну что, повиснет Photoshop, придется через диспетчер задачу снимать задачу и заново работать с этим фильтром. Как-то вот в последней версии программы это не очень хорошо обкатано. Я выбираю четвертый слой по работе, четвертый, нет, не хочу четвертый, какой я хочу выбирать, ну, допустим, слайд, слой под номером 7, вот этот слой. Выбираю слой, на котором изображена вот это вот лавовское сообщение. Так. Есть. Затем мы заходим в меню «Фильтр», и вот она, самая первая команда, которая нам здесь интересна, первая и последняя, «Фильтр Liquify». Она же пластика. Она же «Ctrl-Shift-X» или «Shift-Ctrl-X», порядок, не важен, «Фильтр пластика». Так будет по-русски, по-английски «Liquify». И мы с вами заходим в него, смотрим, «Фильтр Liquify». Попали. Ждем, ждем, ждем. Если придется подождать, несколько секунд, ну что ж, придется подождать. Так, он открывается. Возможно, открывается во весь экран, возможно, вы видите часть фотошопа за ним, но это особенно не важно. Так. Если у вас настроено колесико мыши, оно у вас должно работать. Туда, сюда, туда, сюда. Если колесико мыши не настроено, то управлять навигацией в этом фильтре вы можете на клавиатуре. «Ctrl-Plus», «Ctrl-Minus». И удерживая пробел, вы можете перетаскивать ваше изображение в ту зону, которую вам хочется наблюдать. Пробел держим, перетаскиваем изображение. Если требуется отобразить полностью все изображение на экране, это «Ctrl-0» для этих целей используется, но это вот как бы по желанию. Главное, чтобы мы с вами хорошо видели слой, тот слой, который сейчас обрабатываем. Сейчас я минимизирую немножко наши формы по работе. «Questions», «Chat». Так, есть. Итак, пришли, убедились, что ничего не висит, что все в порядке. Именно на примере этого изображения мы можем провести первичный обзор. Три зоны содержат фильтр. Это зона, которая находится слева, представляет из себя панель инструментов. Зона, в которой обрабатывается изображение под номером 2. И зона под номером 3, которая управляет настройками. В зоне настроек мы с вами видим некоторые опции, которые находятся в свернутом, возможно, в развернутом состоянии. Прежде всего, наверное, надо учиться отменять какие-то действия назад. И здесь я представляю вам последний раздел, который называется «Brush Reconstruct Options». Следующим образом. И говоря про отмену действий, я подразвиваю использование двух кнопочек. Особенно нам понадобится кнопка под названием «Restore All». Она же сбросить все, она же восстановить все. Вот эту кнопочку мы с вами можем взять на вооружение, если сделаем что-нибудь. Ну, что-нибудь вот такое, если мы с вами поделаем. Сначала надо, наверное, побаловаться здесь, да. Что-нибудь вот такое, если мы с вами сделаем. И если вы нажмете на «Restore All» в последнем разделе, то вы отменяете все действия, которые произошли с этим изображением. Команда «Restore All» она же «Восстановить все» здесь вот в параметрах реконструкции. Так, далее. Есть еще одна интересная кнопка здесь, которая называется «Reconstruct». Она же «Реконструировать». Если вы что-нибудь сделаете с изображением, а достаточно направить на него курсор и, удерживая левую клавишу мыши, начать что-то делать, как будто бы вы тряпочкой его протираете. Да, я пока не говорю, что это что-то красивое, но что-то происходит, да, в то же время. Есть еще команда, она появилась в последних версиях фотошопа. Команда под названием «Reconstruct». Она же «Реконструировать». Вот эта команда работает не на отмену всех действий. Нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Реконстракт». А она позволяет вам сгладить то, что вы сделали, как бы смягчить то, что вы сделали. Предлагаю вам откатить назад, вперед вашу работу. Ну вот, от откровенно кривого состояния я могу перейти в слабое-слабое колебание, в слабое искажение. Ну, например, вот в таком случае. Корявая любовь такая получилась у меня. Вот, значение этого «Amount» можно двигать влево, можно двигать вправо. Ну, вот нас оно устраивает. Ну вот. Ну и «Cancel», и все-таки я нажимаю на команду «Restore all» – «Отменить все». Помимо этих двух способов по отмене действий, желательно просто эту панельку сейчас перед собой держать в открытом состоянии, у нас есть еще и специальные два инструмента. Один инструмент называется «Reconstruct», и он появился у нас уже давно, он был всегда. Да, вот эта команда, которая позволяет вам локально отменять действия. И есть еще один инструмент под названием «Сглаживание». Мы его с вами чуть попозже рассмотрим. Располагается ниже, он уже сравнительно новый инструмент. Давайте посмотрим на видимость фона теперь. Кроме видимости того слоя, которому мы применяем фильтр пластика, у нас доступна в разделе «View Options» еще парочка характеристик. Да, у нас показано изображение. Можно также поставить галочку «Показать сетку», ну, если она вам что-то дает. Но вообще-то сетка, она хорошо используется в сложных местах, она показывает, где коррекция представляет из себя прямо уже искаженную деформацию, и в отдельных случаях я сеточку собираюсь включать. Сетку можно также настраивать по частоте, сетку можно настраивать по цвету, но пока ее можно держать в отключенном состоянии. Так, показать маску. Но маску мы с вами пока не применяем, поэтому что эта галочка стоит, что эта галочка не стоит, это мелочи. Ничего страшного. Мы можем с вами также выбрать «Show Backdrop», показать задний план. Наверное, такой вольный перевод мы можем с вами использовать. Так. Включаем видимость других слоев. Включаем видимость других слоев. И «Opacity», то есть непрозрачность других слоев мы можем с вами повышать, понижать. Ну, чтобы, наверное, иметь представление, как сильно мы с вами искажаем объект относительно его и всей композиции изображения. Показать все изображения или показать только «Background», «All Layers», режим «Behind», режим «Bland», смешивание, «Infront» режим. Ну, здесь можно поиграться, и помните, что это ни о чем не говорит. Это всего лишь режим предварительного просмотра, которым вы пользуетесь для того, чтобы ваша работа была удобнее. Так. Ну что ж, самым главным мы с вами сейчас вооружены. Мы видим с вами предварительный просмотр будущего изображения. Мы видим с вами способы отмены наших действий. Ну, на этом этапе я рекомендую кнопочку «Restore All». Также я хочу напомнить вам пошаговую отмену действий в Photoshop, которая делается у нас либо «Ctrl Z» на клавиатуре, так отменяется одно действие в программе Photoshop. При повторном выполнении «Ctrl Z» у вас будет разве что осуществляться повтор отмененного действия. Если вам нужно отменить сразу несколько действий назад, то эта пошаговая отмена в этом фильтре будет работать, но нужно знать секрет, как это делается. Я вообще большой любил сочетание клавиш, и мои ученики любимые об этом знают, что для пошаговой отмены действий в Photoshop мы используем сочетание клавиш «Ctrl Alt Z». «Ctrl Alt» зажать, и клавишу «Z» нажимать несколько раз до тех пор, пока вы не достигнете приемлемой отмены по результату действия. Так, 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 так. Ну, сейчас посмотрю, о чем вы пишете, если у вас вопросы. Так, пока вопросов не вижу, но да, мы пока, собственно, еще ничего и не сделали. Так, поэтому идем дальше. Мы рассмотрим с вами инструменты. При этом мы с вами можем активировать нужный инструмент. Я сейчас осредоточу ваше внимание на инструменте, который выглядит в виде пальца. Инструмент вот такой, как вороночка. Инструмент, как худеющий, толстеющий. И инструмент, который позволит нам делать сдвиг пикселей. Итак, приготовились, начинаем активные действия. Итак, первый инструмент, который называется деформация. В переводе на русский язык он называется деформация. Английское название «Forward Warp II». Вот, если мы с вами направим курсор на изображение и начинаем с вами его сдвигать. Вот таким образом. Ну, можно как бы здесь поменять режим предварительного просмотра. Как бы, если вам мешает этот задний план, который здесь у нас мелькает, то можно его просто отключить. При этом вы перетаскиваете пиксели без искажения. Конечно, огромное значение имеет размер кисти, которым вы работаете. И вот этот размер кисти у вас будет контролироваться. Либо на клавиатуре, либо с помощью Brush Tool Options. Ну, учитывая, что на клавиатуре это не всегда получается, только за особыми видами клавиатуры, я так скажу. Brush Options Tool и четыре основные характеристики здесь, самое очевидное из которых – это Size, размер. Мы можем с вами увеличивать, уменьшать с клавиатуры или через ползунок. Поставлю я размер, например, 300. Если я поставлю размер 300, то давление на область деформации становится более гармоничным. Я начинаю сдвигать буквы, все как бы у меня сдвигается, пододвигается. Огромное количество уроков, которые выплеснуты в интернете, говорящие о том, что можно похудеть или поправиться с помощью фильтра Liquify, в основном прорабатывают именно инструментом деформации. Большим размером кисти управляются общие размеры тела, которые сдвигаются со всех сторон. И более уже мелким размером кисти, ну, например, поставим с вами 50, попробуем, уже можно дорабатывать какие-то частные моменты. Большой размер кисти, маленький размер кисти, да, это имеет значение. Сбрасываем все. Есть еще одна важная величина. Восстановите размер кисточки, соточку поставим с вами, как есть. Еще одна важная величина, которая называется density, она же плотность. Плотность управляется тем, насколько сильная кисточка у вас по краям. То есть, если это будет величина равна нулю, то основное действие присходится на центр кисти. Центр кисти сильный, а краям слабеет. Очень легко это заметить, если начать обрабатывать буковку. Вы направляете курсор прямо на обрабатываемую область, но такое ощущение, что в этой области работает только центр. Если же мы с вами будем density увеличивать и поставим до упора вправо, то результат будет следующий, что вся кисточка сильная, работают также ее края, а не только центр. Density. По умолчанию данная величина равна 50, но, разумеется, мы с вами, когда набьем руку и будем понимать, уже как бы это перец, соль по вкусу, у каждого специалиста будет свое желание ее ослабить или усилить, когда центр действия должен приходиться именно на центр кисти. Сила действия инструмента там мощнее всего. Ну, а пока это 50 на 50. Считайте, что так. Нажим кисти. Нажим кисти или pressure. Мы можем с вами увеличивать и попробовать сделать резкие движения на соточке и сделать резкие движения на нуле. Ну, на нуле не получится, на единице. Крэша, которая переводится как нажим кисти, у нас отвечает за силу действия инструмента. То есть, насколько сильная кисточка вообще, мы с вами решаем здесь. На 50 она становится довольно сильной, на соточке она приобретает уже такую хорошую скорость при обработке. Это, опять-таки, зависит от вас. Хотите сильную кисточку, поставьте 100. Но хотите контролировать свой результат, пожалуй, можно остановиться на 50. Так. Restore all сбрасываем. Сбрасываем. Ну, есть, кстати, еще одна величина. Rate. Rate. Да. Меняет нам что-то вот режимы. Режимы. Кстати, я с ней даже не работала с этой величиной. Ну, давайте я попробую ее увеличить. А она у меня, кстати, и не кликабельная, эта величина. Rate. Она, может быть, у нас в какой-то опции включена. Но я вернусь к ней. Никогда раньше с ней не работала. Продолжим работу дальше. Restore all и так далее. Так. Так. Вижу вопрос. Вижу вопрос. Секундочку. Так. Rate. Вот, да. Вижу, Николай. Некликабельный. У меня тоже некликабельный. Я думаю, что я к концу разберусь. Может быть, эта опция идет по работе с... Как их там? Вы мне скажите. Я вам тоже скажу. С планшетами. Ну, вот есть у меня такое ощущение, что она у нас отталкивается от работы с планшетом. Rate. Но давайте пока оставим ее. Ну, и продолжим изучать с вами следующие инструменты. Так. Следующий инструмент под названием Twirl. Скручивание. Так. Активируем. Twirl. Так. Инструмент вращает пиксели по часовой стрелке. Направьте курсор на ваше изображение. Мне кажется, можно поставить размер кисточки побольше. Порядка 300, чтобы было интересно. И удерживая левую клавишу мыши, просто держите ее. Щелкните и держите. Вы получаете эффект кручения. Примечательно, что если вы будете держать клавишу Alt при скручивании, то есть опять-таки направить курсор на изображение и просто держать клавишу Alt, то действие происходит у вас против часовой стрелки. Без Alt по часовой начинают они медленно-медленно-медленно скручиваться. Очень забавно, да, это происходит. А удерживая клавишу Alt против часовой. Так. Видимо, для создания декоративных эффектов, да, это может потребоваться. Restore all и заново. Два инструмента, которые... Ну, за которыми, конечно, охотятся все. Это инструмент худеющий, Packer Tool. И инструмент толстеющий, инструмент Blood Tool. Ну, это вольный, конечно, перевод. Так-то он называется Packer, да? Вот он, Packer Tool. Это инструмент под названием сморщивание. Перемещает пиксели к центру области, на которую наведена кисть. Наведем с вами курсор на букву, любую. И удерживая левую клавишу мыши, наблюдаем процесс съеживания. Процесс съеживания. Пощелкать или щелкнуть и подержать. Видно, как пиксели съеживаются при этом. Так. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Неужели это тот самый инструмент, с помощью которого можно похудеть? Я прям слышу мысли отдельных слушателей. Да, это тот инструмент, который можно похудеть в нужных местах. Так, например, иногда хочется уменьшить, там, тот же самый животик, я не знаю. Нос, второй подбородок. Да, этот инструмент принимает участие в работе и с лицом, и с телом. Инструмент съеживания, сморщивания, ну или инструмент худеющий, так его можно обозвать. Так. Второй инструмент, который располагается рядышком, называется Blood Tool. Он переводится как вздутие, но можно назвать его с тем же успехом инструментом толстеющим. Наведя курсор на ваше изображение и удерживая левую клавишу мыши, вы можете наблюдать, как пиксели от центра перемещаются, и область, которую вы хотите увеличить, становится все больше, больше и больше. Так. Ну вот таким вот образом, да, вздутие и происходит. Вообще данный инструмент знаменит тем, что он не деформирует качество изображения, но вы же понимаете, что это условность. То, чем мы с вами занимаемся здесь, является разрушающей коррекцией, а это в любом случае влияние на качество изображения. Другое дело, что этот инструмент меньше, чем все остальные инструменты, например, тот же самый инструмент Smudge в стандартном фотошопе, да, не в этом фильтре, тоже выглядит в виде пальца. Гораздо больше ущерба причиняет вашему изображению, чем эти два инструмента. Сморщивание и вздутие. Restore all. Так. Вопрос, вижу вопрос. Так. Ага, ага, ага. Так. Для кистей. А, вот, я вижу, Алексей, вы мне написали, что с реконстрактом работает. Все, поняла, поняла. Второй, насчет второго подбородка я не могу рассматривать вообще сервис Liquify, как только сервис, который решает и закрывает какую-то проблему. Давайте я свою позицию вам обозначу, ребята, что невозможно вообще с помощью одного сервиса в фотошопе полностью решить задачу. Даже если мы с вами здесь проведем основную ретушь, увы, останутся вещи, которые останутся за пределами этого фильтра. Где-то придется использовать световые команды, такие как Dodge, Burn, это неизбежно. Но какая-то основа делается именно здесь. Так, и вот по работе вижу Rate, да, вижу Rate, начал работать. При работе с инструментом, с другим, таким как Packer Tool, с таким как Blood Tool, начала работать опция Rate, наконец-таки. Я сейчас уменьшаю эту опцию. Так, что-то происходит? Да, что-то происходит, начинает работать медленнее. Если я эту область увеличиваю, то у меня значительно быстрее происходит выполнение команд, таких как вздутие или сморщивание. Так что опция Rate, она у нас будет разблокирована при работе с такими инструментами, которые работают на удерживание левой клавиши мыши. Ну, как бы мне многое стало понятно теперь. Я просто всегда работала в стандартном режиме, она меня устраивала в состоянии по умолчанию. Так. Скорость кисти. Да, давайте я повторю, ребят. Давайте я повторю. У инструмента деформация Rate не работает, поскольку если мы направим курсор на изображение и будем удерживать левую клавишу мыши, ничего не происходит на удержании. Такой инструмент, он не работает на удержание левой клавиши мыши. Он работает только на движение. Поэтому Rate у него заблокировано. Тем не менее, такой инструмент, как Reconstruct, инструмент, позволяющий нам реконструировать изображение в какой-то определенной части, локальный инструмент, легенькая ассоциация, как History Brush в обычном фотошопе, этот инструмент позволяет удерживать левую клавишу мыши. И Rate означает вот эта самая скорость. Скорость, которой инструмент делает это, удерживая левую клавишу мыши. Точно так же, если я, например, произведу искажение одним инструментом Twirl, то Rate у него также работает. Если я поставлю маленький Rate, маленькую скорость, то он будет делать это очень медленно и рывками. Если я поставлю большую скорость, то все происходит прям-таки стремительно. Таким образом, Rate доступен у каждого инструмента, у которого есть режим работы на удержание левой клавиши мыши. Далее, Reconstruct. Давайте посмотрим с вами, что еще нас здесь может интересовать. Есть пиксели Push Left, которые смещаются. Есть инструменты, которые отвечают за смещение. Инструмент смещения пикселей, он же Push Tool, делает это по вертикали и по горизонтали. Если мы с вами работаем вверх, и если мы с вами работаем вниз, работаем влево, работаем вправо, каждый раз будем получать разный результат. Давайте я активирую следующий инструмент по работе, инструмент Push. Так, итак, допустим, я вот эту буковку L не трогаю. Допустим, я провожу по букве O слева направо, что-то происходит. Пиксели начинают подниматься наверх. Смещение пикселей наверх. Интересно. Если я проведу справа налево рукой, пиксели начинают смещаться вниз. То есть толкаю как бы пиксели вниз, смещаю. Если я начинаю работать снизу вверх, снизу вверх, то пиксели начинают смещаться влево. Если сверху вниз, то смещение вправо. Но, честно говоря, мне подобный способ работы, кстати, у него вот рейд, проверьте, тоже будет заблокированный, поскольку функция не работает на удержание левой клавиши мыши. Подобный способ работы меня немножко смущает, я его не могу нормально контролировать. Я не знаю точно, какой результат я хочу получить. Когда мне требуется пиксели сместить, и, пожалуй, я буду просто использовать инструмент деформации forward, к которому привыкли, рука к которому уже набилась. Restore all. Другое дело, что, несмотря на мое обещание, что вот эта буковка L не должна у меня смещаться, в результате моих процедур я все-таки ее затронула. И хочу объяснить, что в таком случае означает инструмент под названием freeze mask, ну или, если коротко, можно просто называть ее заморозкой. И разморозка, соответственно. Если какая-то часть изображения в результате наших действий не должна пострадать, вот в таком случае мы используем заморозку. Размер кисточки у нас увеличивается, уменьшается, и тот объект, который должен остаться неизменным, помечается таким вот как бы рубелитовым цветом. Можно поставить размер кисточки побольше, но он не такой большой. Вот, допустим. На этот объект я влиять не хочу. Конечно, здесь можно довольно внимательно по бокам поработать, и использовать соседний инструмент под названием вот chao mask, для того, чтобы разморозить ту часть пикселей, которую вы нечаянно захватили. Два инструмента – заморозить и разморозить. Работают они так. Закрашиваем с вами то, что не хотим изменять, а все остальное будет подчиняться действию всех прочих активных команд, которые в этом принимают у нас участие. А да, размораживаем с вами отдельные области, которые не надо морозить, и, пожалуйста, если я собираюсь использовать какую-то команду, вот она, что делает с моим изображением, но та часть, которая заморожена, остается неизменной. Таким образом, всем, кто хочет похудеть, я в фотошопе, я имею в виду, да, я советую замораживать задний план, который обычно как раз-таки течет у людей, которые фотографируются в домашних условиях, да и не только в домашних условиях. Если мы себе уменьшаем талию или накачиваем бицепс, следите, чтобы шифонер на заднем плане не потерял свои очертания. Вот, заморозка заднего плана как способ работы – это полезная процедура. Ну, а если нужно все разморозить, ну, берем с вами инструмент и, соответственно, размораживаем. Размораживаем, размораживаем, размораживаем. Можно размер кисточки сделать побольше, и как бы все вообще разморозить. Ну, а можно и закончить эту процедуру, нажав на команду restore all. Так, хочу показать, как работает сетка. Хочу показать, как работает сетка. Так, наверное, задний план давайте я включу, чтобы было понятно, что происходит. Так. Примерно вот так я установлю, чтобы мне все было видно. Ну, и задний план тоже немножечко просвечивал. Ну, или я все слои покажу. Да, какая разница. Пусть будут все слои тоже. Так, включаю сетку show mesh. Размер сетки мне хочется поставить маленьким, например. Нет, пусть будет средний. Средний было хорошо. Применяю инструмент, который, ну, например, вот самый популярный. Вернемся к деформации. Так. Окей. Если там вылетит сообщение. Так. И далее начинаем с вами влиять на наше изображение. Так, что-то я изображение потеряла. А, все. Уже отключу я задний план, а то теряется оно, зараза. Так. Начинаю я обрабатывать изображение. И наблюдаю те места, где сетка сильно скручивается. Ну, так. Здесь еще немножечко. Где сетка начинает сильно-сильно мяться. Размер кисточки надо сделать поменьше. Так. Сделайте размер кисти поменьше. И давайте потрепим ваши буквы вот так, чтобы у них... С одной стороны, с другой стороны. Старо, с одной стороны, с другой стороны. Вот таким вот образом. Так. Нужно даже где-нибудь инструментом твирл воздействовать. Он очень хорошо деформирует сетку. Вот так. Мне прям нужен здесь, как бы, такой бардак. Я хочу, чтобы сетка съежилась, сетка исказилась. Поэтому хочу воздействовать самыми разнообразными инструментами, которые вот прям покажут, что сетка не в порядке. Есть инструмент далее по восстановлению пикселей, который называется у нас реконстракт. Мы про него знали, что этот инструмент позволяет нам локально отменять наши действия, воздействуя в тех местах, которые надо привести снова к изначальному внешнему виду. Но мне сейчас хочется не инструмент реконстракт продемонстрировать, который представляет, да, как бы что-то легкая аналогия с History Brush, а хочется инструмент Smooth показать, который разглаживает сетку. Инструмент Smooth, он же разглаживание, стал доступен в последних версиях Photoshop. И если навести на него курсор и начать воздействовать на объект, то прежде всего надо обратить внимание, как он разглаживает сетку, а это повлияет на будущее качество изображения. Строго в тех местах, где сетка сильно искажена, сильно съежена, мы начинаем с вами щелкать по изображению, и сетка в этих местах выпрямляется. Очень-очень рядом этот инструмент стоит с таким инструментом, как реконстракт. Можно даже подумать, что они вот прям вот, ну, не знаю, двоюродные сестры. Только инструмент реконстракт просто откатывает действие назад, а инструмент Smooth сглаживает ваши действия. смягчает ваши действия. Выпрямляю сетку. Выпрямляю сетку. Выпрямляю сетку. Пожалуй, даже мы с вами здесь не имеем сильное скручивание сетки, чтобы вот прям обратить внимание на то, как выпрямляется качество изображения, но такую основную разницу, наверное, у себя в памяти держать надо, что инструменты похожи друг на друга, но у них разный прицел. Реконстракт – это возвращение к оригинальному внешнему виду, а Smooth – просто выпрямление самой съежившейся сетки. Наверное, можно даже сейчас показать это на примере какой-нибудь вот такой процедуры. Давайте я. Я вот таким образом собираюсь закрутить свое изображение. Если я буду воздействовать на это изображение инструментом Реконстракт, тоже большим размером, он у меня просто откручивается обратно-обратно-обратно. Так, снова закручу. И если я начинаю воздействовать на это изображение инструментом сглаживания, то у меня просто сетка в тех местах, в которых она прям сильно сплючилась и сжалась, начинает просто выпрямляться. То есть здесь вопрос исключительно качества изображения, а не его отката. Только вопрос качества изображения, только вопрос более ровной сетки. Но цели здесь нету – вернуть все назад. Два инструмента, которые почти одинаково работают, и посмотреть, как они именно действуют, мы можем с вами только при большом искажении изображения. Ребята, мне надоело это изображение. Давайте мы с вами нажмем на команду Cancel. Закроем с вами изображение и попробуем что-нибудь менее реальное. Да. Так, вижу вопросы. Так, секундочку, секундочку. Так. Сетка позволяет нам просто наблюдать за изображением. Видите ли, это вопрос такой скорее точности. Людям нравится пользоваться сеткой, ну, вот, например, как вы в Excel работаете, можете эту сетку включить, а можете отключить. Небось, привыкли, Инара, к экселевской сетке, да? Вот. Или, например, те же самые работы в PowerPoint, работа в Word. Где при работе с рисованием человеку просто нравится следить за тем, как его изображение искажается относительно сетки. То есть это дает возможность сделать выводы свои собственные, если вы только привыкли к такому режиму работы. Да, это исключительно наблюдательная цель. Но сетку можно также еще и сохранять. Кстати, я сейчас уточню, поддерживает ли это данная версия Photoshop, но можно еще и сохранять это точно. Да, ну, это как бы я тут толком вам не ответил, Инара, на этот вопрос. Так. Давайте мы с вами откроем изображение под номером 1. Здесь будет изображен питомец. Такой миленький. Довольно часто в интернете на развлекательных сайтах, такие как Пикабу, Вася, нет фишки, нет, ну, где вы еще сидите, выкладываются фотографии, над которыми немножко поиздевались в Photoshop. Наверняка вы знаете, что эти милые создания бывают с более крупными глазками, с более крупными ушками, там, с морщенным носиком и так далее. Мне очень не хочется издеваться над этим изображением. Я сама кошатница. Но надо показать возможности фильтра. Фильтр, Ликьюфай. Фильтр, Ликьюфай. Видим с вами изображение. Вот оно, бедненький, маленький. Сетку можно отключить. Ну, вот тот вопрос, а зачем нам сетка? Ну, она не очень-то и нужна нам. Если вы обрабатываете сразу несколько изображений, она может помочь. Ну, опять-таки, визуальная подсказка. Ну, давайте я отключу, чтобы никого не нервировать. Что обычно делается с такими изображениями? Укрупняются глаза инструментом Blood Tool. Размер кисти. Мы можем с вами сделать порядка 80-70. Там, давление. Сила действия инструмента. Так, все отлично. Так, один глазик. Второй глазик. Вот, у нас глазки становятся крупные. Вот, чтобы несчастный внешний вид был у нашего изображения, бровки надо приподнять. Делаем это инструментом деформации. Пальцем делаем с вами это действие. Размер кисточки нужно тоже подобрать так, чтобы у нас с вами все изображение наверх. Ну, представьте себе, что у вас управление мимикой происходит. Вам вот так вот все наверх надо поднять. Поэтому размер кисточки я поставлю где-то порядка 80. Вот, давление кисточки идет density 50, pressure 50. И я все это вот так вот слегка наверх приподнимаю. То есть он несчастный, он вот так вот у нас будет смотреть. Да. С помощью инструмента Packer Tool я могу немножко уменьшить мордочку, что окончательно съежить мордочку, что окончательно сделает его, бедненького, несчастным. Ну и, собственно, все. Да, такое можно делать в том числе и с человеческим лицом. Ну, да, по принципу. Было-стало, было-стало. Так. Так. Давайте посмотрим с вами на молодого человека. 3.1 открываю. 3.1. Итак, молодой человек, который следует по пляжу, и я его условно вот скажу, что с ним надо поработать с телом. Ну, возможно, тут все дело вкуса, согласны, не согласны, но хочется как-то вот немножко так вот животик, например, убрать, да, и немножко, так, немножко мяса на руки надо добавить. Возможно, линию груди надо тоже уплотнить, чтобы грудь была у нас с вами вот так вот чуть-чуть выступала, такие пластины мускулов, ну и, конечно же, животик, главным образом животик. Вот, давайте попробуем. Фильтр Liquify. Хотя, может быть, будет Cancel. Может быть, будет лучше, если мы с вами снимем копию слоя. Если у нас будет дубликат слоя, мы уже не будем играться с вами туда-сюда, а можем с вами просто следовать за тем, чтобы отключить глазочек слоя и включить глазочек слоя. Наверное, так даже лучше. Ctrl-J на клавиатуре мы с вами нажимаем и получаем копию слоя. Ctrl-J. Только не J, а J, да, вот это вот. Или Layer New Layer Via Copy. Так. Далее проходим в меню Filter, Liquify. Только не берите верхний Liquify, это повторение фильтра со всеми его предыдущими настройками. Обязательно следуем с вами к основному фильтру Liquify. Filter, Liquify, пластика. Так. Поближе, 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 поближе молодого человека. Ctrl-Plus. Так. В основном уроки, которые направлены на похудение, отталкиваются от того, что вы начинаете работать большой кисточкой. Крупным размером кисти. Инструмент деформации. Size должен быть у нас, ну, вот как бы визуально вот таким вот, да. Размер кисточки должен быть побольше. Давайте я остановлюсь в данном случае на даже не 200, пожалуй, 300 я сделаю размер кисточки. И начинаем легкое давление при следующих характеристиках. Дэнсити у меня 50, прайс 50, то есть вот такие характеристики достаточны. Удерживая левую клавишу мыши, мы как бы всю эту реальность вот так вот, вот так ему в живот, в живот, в живот, в живот, в живот. Остановитесь, когда вам понравится. Ну, когда вы считаете, что вообще все отлично, все прекрасно, можно остановиться. Конечно, следите за задним планом. Нам здесь просто повезло, конечно, что задний план представляет из себя такую вот картину неба, нейтралочка такая. Если бы на заднем плане был шифонер, ковер, стена, все как обычно, конечно, было бы гораздо сложнее и надо было бы контролировать ваши действия строго по горизонтали. С одной стороны, с другой стороны, если вы хотите его похудеть, если вы хотите его уже дальше поправлять, то с другой стороны действия производить не нужно. Ольга, вижу, изображение двоится. Давайте мы с вами отключим Show Options. View Options, вид, режим предварительного просмотра и вот эту галочку Show Backdrop, снимите, пожалуйста, снимите, чтобы изображение перестало двоиться. Маску можно отключить, задний план можно отключить. Вот в этом именно вот эта графа виновата. View Options. Инара, вы правильно рассуждаете, можно было бы заморозить шифонер маской, можно было бы, да, но на этом этапе работы, когда у вас идет вот как бы все сразу, представляете себе, ну вот, допустим, здесь стоял бы он шифонер, вот бы вы его заморозили. И вот воздействуя на это изображение, мы с вами все равно создаем здесь неприятный разрыв, который придется дорабатывать. Поэтому я здесь все-таки согласна, согласна с тем направлением, которое сейчас используют современные ретушеры, что они воздействуют на все изображение строго по горизонтали. Замораживать надо на втором этапе работы. Уже на втором этапе работы вы начинаете рассматривать те части, которые, ну вот здесь вот, например, да, те части, которые не должны изменяться. Принимаете решение о том, что не должен изменяться, например, вид там брюк каких-то, говорите, что вот здесь вот, да, ничего происходить не будет, и с помощью маски начинаете вот это все замораживать. Но это именно будет вторым этапом. Первый этап – все большой кисточкой обработать. Я все-таки на этом бы настаивала. Но это скорее вот уже практика расставит по местам. Сейчас уже можно там какие-то области позамораживать. Если вы решаете, что у вас не должна изменяться там рука, не должна изменяться там какой-то задний план не должен изменяться. Но первый этап по работе крупным размером кисти лучше все-таки провести его. Также вот, например, голова там не должна меняться. К заморозке все равно нельзя отнестись как к панацеи. Увы, заморозка, она все равно работает с погрешностями, и крупный размер кисти на первом этапе – это все равно выгоднее. Так. Есть. Посмотреть, как все это будет, вот вопрос Николай мне задаете. Если вы в разделе View Options поставите галочку Show Backdrop. Show Backdrop. И вы как бы галочку ставите, снимаете. И вот понимаете, как это выглядело до, как это выглядело после. У вас здесь использование всех слоев. Режим по работе может быть. У вас здесь вот In Front, Behind, но это как бы разницы особенной нет. У нас при, если у нас Opacity стоит большая, 100%, то достаточно просто галочку Show Backdrop ставить и снимать. Ставить и снимать. Если вам хочется видеть оба изображения сразу, тогда вы Opacity просто уменьшаете, и тогда вот видно, какой он был кузатенький, какой он стал сейчас худеньким. Вот я в основном вот и так использую Opacity 100%, просто ставлю галку, когда мне надо посмотреть вариант, до и после. Займемся с вами ближе к телу, да, займемся с вами мускулатурой. Инструментом толстеющим, инструментом толстеющим, инструментом Blood Tool, он же Вздутие. Мы можем с вами пощелкать по линии груди, так, чтобы, конечно, знать анатомию желательно, хотя бы приблизительно. Ну, желательно вообще какого-нибудь бодибилдера хотя бы раз в жизни пощупать, да, и провести небольшую с ним лекцию о том, где какие мышцы расположены и какие мышцы сейчас вообще круто прокачивать. Инструментом толстеющим можно также загривок вот так вот сделать побольше, чем молодому человеку. Ну, так что это называется Шраги, такое упражнение, упражнение, которое влияет на данные мышцы, чтобы у него, да, 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 да. Плечики, плечики, плечики. Короткими щелчками, чтобы лучше контролировать ситуацию, вы начинаете увеличивать ему плечи, начинаете проходиться ниже. Очень жаль, что я могу вам назвать только бицепс и трицепс, как все, что я вообще знаю и умею. Ну, да, ну, конечно, специалисты, те, кто хоть раз занимался своим телом, скажут, что, да, как все это называется. Если где переработали, возьмите команду реконстракт-тун и начинайте уменьшать, да, те места, в которых вы переработали, например, да, пожалуйста, там здесь вот, например, да, не хочу утолщение сильное делать, ну, вот, или хочу, но скорее вот здесь. Так. Ну и смотрим. Было. Стало. Ага. Работаем потихонечку. Далее. В области талии желательно провести небольшое сморщивание, уменьшение, чтобы здесь и животик можно чуть-чуть, не потеряйте пупок только, чтобы пупок не съежился, если что-то случится, отменяйте действие назад. С инструментом деформация можно по-прежнему продолжать работу, если вы чувствуете необходимость уменьшить кисточку и поработать уже локально, да, пожалуйста. Вот я, как я говорила, опытные ретушеры все могут делать только с этим инструментом. Прорисовать ему кубики, конечно, можно, но я бы уже предпочла бы использовать команды света-тени, а именно инструменты Dodge и инструменты Burn. Гораздо проще наращивать мускулатуру в том случае, если человек находится в напряженном состоянии и контуры будущих мускулов уже прорисованы. Так, например, на следующем изображении, которое называется у нас там спортивный молодой человек, занимается греблей, на следующем уже изображении вы можете потренироваться более успешно, поскольку оно, поскольку это изображение уже показано мускулой. Да, здесь же надо только, как бы, приходится догадываться или неплохо так знать анатомию, так, давайте мы так чуть-чуть уменьшим, неплохо знать анатомию, как это все должно располагаться на самом деле. Так, и так по-прежнему было, стало. Ну, эффект как бы все лучше и лучше, да, становится. Грудная клетка маловато что-то у меня, я ее сейчас отодвину. Старайтесь выдерживать движение строго по горизонтали, чтобы не было сильной мешанины пикселей на заднем плане. И снова было, стало, было, стало. Ну, прям молодой человек уже прям героически выглядит. Животик втянут. Остается поработать прям совсем в тонких местах. Грудь пошире, да, грудь пошире ему бы не помешала бы. Так, в этом плане я бы скорее уже к монтажу бы прибегла. Ну, или крупным, опять-таки, инструментом, если вы какие-то капитальные действия собираетесь производить, крупным-крупным инструментом отводите их в стороночку. Помните, монтаж подобного типа проще всего опознается именно по контуру изображения, поэтому будьте внимательны с контуром, и вот в этом плане вам как раз-таки сетка и может пригодиться. Следите за сильными искажениями сетки, вот, например, в данном случае, да, сильные искажения, и используйте инструмент смув, чтобы смягчать отдельные действия. Если где-то сетка искажается настолько сильно, что там уже непонятно, что происходит, инструмент смув, он же сглаживание, позволяет вам отменить какие-то действия, то есть она заботится, сетка, о сохранении качества вашего изображения, чтобы не было сильных прикручиваний. Вот за этим мы с вами и следим. Show mesh, показать сетку, ну и снова ее убрать. Кормить уже, и не стоит допускать. Придется исправлять, возвращаться, и равнивать то, что ты... Незаметно, и ладно. Сказать еще одну работу с лицом, не просто так же мы с вами столько фотографий скачивали. Давайте мы с вами откроем еще одно изображение по вкусу, или изображение 2, или изображение 2.1. Давайте откроем с вами вот этого молодого человека, и выполним команду filter liquify еще раз. О последнем инструменте, как CC, это инструмент, я положила информацию об этом вордовской инструкции, которая называется «Добавляем улыбку в фотошоп». Мне кажется, что вам понравится, будет интересно. Так. Так, смотрим. В этом упражнении мы с вами можем посмотреть, как, во-первых, реагирует на наведение курсов инструмент FACE. Не у всех. Вот если у вас... От этого действия. Итак, если направили, поуже, ну, как правило, когда человек улыбается, у него лицо расширяется. Мне все равно, как бы, вот, но как только вы откроете фотографию стул, он либо доступен, либо не тут все будет, да, как бы, понятно. И вы можете влиять на то, что челюсть расширяется с помощью маркеров, или сужается. Так можно себе делать прям такие строгие-строгие скулы. У него и так худое лицо. Итак, допустим, если молодому человеку предстоит улыбаться, то мы с вами немножечко можем раздвинуть нижнюю челюсть, чуть-чуть расширить лицо в целом. Подбородок во время улыбки у нас также слегка приподнимается. Но здесь вот все чуть-чуть, на уровне чуть-чуть. Конечно, губы принимают участие в этом. Здесь вы можете с помощью регуляторов контролировать размер верхней губы, размер нижней губы. Вы можете также размер губ контролировать, который можно немножко расширить. И с помощью следующего крутящего маркера добавить ту самую улыбочку на лицо. Правда, это не факт, что она соответствует именно этому человеку, но легкую-легкую полуулыбку добавить можно. Управление глазами, которые можно делать чуть поменьше, чуть побольше, прищуривать и даже наклонять глаза. Это нам, конечно, для выполнения урока не требуется. Маркеры довольно чувствительны и очень нежно влияют на ваше изображение. Так мы с вами, господину Хаус, чуть-чуть добавили доброты и трогательности выражения лица. Лицо, которое вы контролируете, можно также с помощью маркеров обрабатывать, где поставить прежде всего взаимозависимость между размерами глаз и с помощью как раз-таки ползуночков делать движение побольше, поменьше, высоту глаз контролировать, ширину глаз контролировать, контролировать также вот этот самый момент вращения глаз и расстояние между глазами тоже. Нос мы можем с вами контролировать по высоте, считается, что в результате улыбки нос должен слегка приподниматься, по ширине нос должен слегка раздвигаться и вот эти ползунки, такие как высота носа, ширина носа, мною были использованы здесь тоже. Ну и, конечно, сама улыбка, ее интенсивность при поднятии верхней губы, при поднятии нижней губы, ну или наоборот, припуск нижней губы, все это как перец, соль по вкусу, ширина рта, которая также нами регулируется, высота рта, которая регулируется. Ну вот здесь вот уже надо, наверное, знать господина Хаоса, чтобы подобрать ему милую, очаровательную улыбку в его духе. Попробуем нажать на ОК, и вот мы с вами получили улыбающегося. Здесь он был очень грустный, очень строгий, ну почти несчастный человек. Да, вот, пожалуйста, чуть-чуть улыбнули, чуть-чуть улыбнули господина Хаоса. Люблю тренировать хорошие красивые вещи на красивых женщинах, так что Кира Найтли нам тоже может помочь в обзоре этого фильтра. Ликьюфай, лицо определяется просто божественно точно, изменение подбородка, увеличение челюсти делает лицо более мужественным, сужение более женственным. Круглые лица считаются в целом более привлекательные, чем лица острые, но тут мода вещь такая. Да, глаза, конечно, всегда хочется побольше, побольше, все всегда больше, уши меньше, ресницы больше, бровей меньше. Откуда такая ненависть к бровям и любовь к ресницам? А так, улыбку мы с вами можем убрать и сделать ее грустненькой, или наоборот приподнять. Да, какой кошмар, да, это не всегда успешно проходит. Ну и сейчас поставлю зависимость глаз, чтобы это равномерно проходило. Вот так слегка приподнять глазки. Такие действия с бровями, например, уже не пройдут, и по работе с бровями я уже буду использовать инструмент деформация, чтобы там, допустим, одну бровку приподнять, вторую бровку приподнять, и мне уже придется использовать стандартные средства. Было-стало. Ну, было лучше, чем стало. Скорее, я просто балуюсь. Так. Ну что ж, ребята, время у нас подошло к концу. Я была рада представить вам фильтр Liquify, что можно сделать с помощью этого фильтра. Управлять мимикой лица. Это последняя новинка, инструмент Face. Управлять телом с помощью инструментов Favort, деформация, блот, пакер. Ну и, конечно, откровенное баловство производить с помощью фильтра Twirl, например, скручивания. Всем большое спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы были. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!